Меня, наверное, все знают. Кто не знает, меня зовут Евгений Юрьевич Смирнов. Я здесь иногда читаю разные курсы разным людям, преимущественно младшим курсам. И сейчас, я не знаю, я в этом семестре решил провести некоторый такой эксперимент, прочитать на такой заявленный для младших курсов спецкурс по комбинаторике. Что такое комбинаторика, вообще никто не знает. Нет, наверное, все знают. У каждого есть на эту тему какое-то понимание, и оно у разных людей разное. И курс по комбинаторике, который заявил я, может совершенно полностью отличаться от курса комбинаторики, который заявит, я не знаю, кто-нибудь из коллег, может на будущий год. Ну, в общем, ну, я не знаю, то есть заголовок курса можно понимать как избранные главы, или там избранные вопросы, или что-нибудь такое. Значит, я совершенно не претендую на то, что расскажу науку в какой-то там более или менее общности. Так же еще хочу сказать, что в комбинаторике бывает всякое разное, бывает, не знаю, перечислительное, которое про... Заходите скорее. И еще скорее. Вот. Комбинаторика бывает всякое разное, бывает, скажем, асимптотическое, бывает какая-то перечислительное, бывает еще всякое. Ну, я в основном буду рассказывать про такие, действительно, задачи, связанные с какими-то конечными множествами, посчитать, сколько элементов там в том или другом множестве, в множестве, которое задано каким-то описанием, что бы это ни было. Ну, дальше мы... Бывают другие вопросы, да, скажем, как-то какое-то число ведет себя, какое-то количество элементов в каком-то множестве ведет себя, когда там какой-нибудь параметр очень велик, да, значит, какие-то асимптотические вопросы. Ну, такие у нас тоже будут возникать. Ну, вот. Ну, ладно, значит... Ну, давайте, ну, ладно, действительно, к делу. Вот, первый сюжет, про который я хотел рассказать, значит, ну, то есть, все, наверное, с какой-то комбинаторикой так или иначе встречались, да, значит, в школе, наверное, проходят, там, сколькими способами можно там, я не знаю, раздать там, не знаю, пяти детям восемь яблок, да, вот. Вот, если там, с разными ограничениями, да, если каждому ребенку можно там давать не больше, чем по четыре яблока, да, ну, вы можете посчитать, да, вот. Встречались с такими задачками, да? Ну, в каких-то задачках-то можно ответ написать, я уже не знаю. Какие-то бинамиальные коэффициенты, что такое бинамиальные коэффициенты, треугольник Паскаля, это все знают, я надеюсь, да? Есть ли кто-нибудь, кто не знает, что такое ССНПК или что-нибудь в таком духе? Ну, ладно, нет, нет, ладно, но сегодня, значит, разговор будет не вполне про это, а хотел я поговорить про метод, который у нас будет возникать более-менее весь семестр, это производящие функции. Ну, допустим, у вас есть какая-нибудь последовательность чисел. Числа будут нумероваться, числа какие-нибудь, хоть бы вещественные, а может и комплексные, какие хотите, значит, сколько у меня есть последовательность? А0, А1, А2, далее АН, может быть и так далее. Может быть последовательность бесконечная, может конечная где-то обрывается, тогда мы можем считать, что конечная последовательность – это частный случай бесконечной последовательности, который мы, скажем, что надо сделать, чтобы конечной последовательности сделать бесконечную. Ну, можно туда написать нулей, да, в хвост, дописать много-много нулей. Нормально. Ну, вот, ну, значит, так бывает, да, что у вас в жизни встречаются вам всякие последовательности. Вот, и тогда, если вам встретилась такая последовательность, вы, как-то сказать, привыкли как-то к какому-то такому систематическому подходу к вещам, да, вам надо что-то с этой последовательностью сделать, да, что-то вот, ну, последовательность – какая-то немножко непонятная вещь. Мы любим алгебраические объекты, которые можно там складывать, перемножать, что-нибудь, какие-то такие действия с ними делать. Какие бывают объекты алгебраические, которые можно складывать, перемножать, ну, числа, бывают ряды, да, бывают многочлены. Давайте из последовательности сделаем ряд или многочлен. Давайте введем букву какую-нибудь х, формальные переменные. У меня будут формальные ряды, я сейчас чуть позже немножко про это поговорю. Значит, давайте я такой последовательности сопоставлю ряд, который я назову А от х. Это сумма при n от 0 до бесконечности. Чего? А n х в степени n. Ну, такой вот ряд. Если последовательность конечна, то это многочлен. Ну, давайте я напишу, что это ряд. Ряды обычно обозначаются... Ну, давайте я считаю, что эти коэффициенты комплексные. Бук с ними. Ну, вот. Значит, это двойные такие квадратные скобочки в ознаменовании того, что это многочлен, он не имеет конца, да, там эти коэффициенты... Ни нулевых коэффициентов может быть сколь угодно много. Значит, такая штуковина называется производящей функции последовательности. Ну, и на них иногда бывает интересно смотреть. Ну, давайте какие-нибудь примеры рассмотрим. Иногда такие производящие функции, они как-то вот такой ряд можно записать в каком-нибудь еще прикольном виде. Или как-нибудь на них посмотреть, как на такой алгебраический объект. Что-то полезное про них сказать. Значит, ну, например, какая у нас бывает... Ну, самая простая последовательность. Давайте последовательность из всех единиц. Значит, пример 0. А, нет, это пример 1, потому что тут все единицы. Вот. Что такое А от x? Кто знает? 1 на 1 плюс x. 1 на 1 минус x. Золотые слова. Я тебе напишу. 1 плюс x плюс x по вадуатр. И так далее. Но это то, что в школе называлось геометрической прогрессией. до суммы геометрической прогрессии находится по какой-то формуле такой значит а что это значит кстати что 1 делить на 1 минус x а вот такая бесконечная штуковина как вообще можно что-то вообще можно поделить как что ну да значит можно сказать следующую штуку что вот если у вас есть такая такой вот такой ряд и вы на него хотите как-то посмотреть то ну что можно сделать может заметить например что если вы из этого ряда ввести единичку от минус 1 это получится ряд который будет ряд у которого все то есть та же самая последовательность только сдвинутые вправо на на 1 у нее свободный член нулевой член будет нулю остальные будут единицами это кто это x умножить на от x на ну вот ну то есть вы можете отсюда выразить просто линейным образом от x сказать что а от x на 1 минус x равняется 1 и можете сказать действительно что а от x равно 1 делить на 1 минус x ну здесь здесь надо проявить некоторую осторожность когда вы отсюда переходите сюда значит надо сказать каких-нибудь каких-нибудь слов значит какое-то обоснование чего-то да значит как что вы это все рассматриваете ну можно например ну тут есть два подхода есть один подход для тех кто любит мотоанализ есть такие есть вот вот ура хотя бы один человек нашелся кто любит мотоанализ те те имеют дело с со всякими там числовыми рядами или даже функциональными рядами у которых вы можете искать сумму говорить что ну хорошо это вот будем считать что это x это число которого то есть x это некая переменная которая у нас принимает настоящие там вещественные комплексные значения ну давайте так такое думать да ну то есть например если здесь я напишу одну вторую то я могу посчитать сумму вот такого ряда 1 плюс 1 2 плюс 1 четверть плюс 1 восьмая ну все знают что будет 2 да вот ну вот и соответственно я могу сказать ну хорошо я вот буду искать такие значения при которых этот ряд сходится да и но где он кстати сходится при каких иксах он сходится ну да значит он сходится на интервале ну или если мы живем в комплексной области то на круге таком без границы значит x меньше единички да значит то есть точка зрения номер один это функциональный ряд не знаю степенной ряд как в курсе анализа вот сходящийся в некоторой в некоторой области да на некотором интервале на некотором круге при модуле x меньше единиц ну тут дальше можно еще там изучать что происходит на границе область сходимость ну ладно значит искать радиус сходимость степенного ряда по как это называется как искать радиус сходим степенного ряда но теперь вам 20 вы все знаете про анализ ну там что что-то такое дамара доломбера значит доломбер ну хорошо хорошо значит но на самом деле геометрическая прогрессия такой очень важный ряд в мотоанализе потому что если вы изучаете сходимость рядов то там первые такие признаки которые все все учат на первом курсе да это каши и доломбера это как раз критерии которые сравнивают наш ряд с геометрической прогрессии если он как бы если ряд сходится как геометрической прогрессии или быстрее то значит нормально сумма есть если если он бы наоборот оценивает сверху некую расходящуюся прогрессию то значит он и сам расходится ну а что 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 там промежутке надо изучать уже отдельно ну хорошо значит вот можно сказать что здесь у вас написано равенство двух функций которые определены на ну если хотите на интервале от минус 1 до 1 значит это первая точка зрения такая аналитическая вторая точка зрения алгебра и ческая точка зрения номер два точка зрения номер два говорит вам что ну хорошо на самом деле то что у вас здесь написано это формальные степенные ряды значит это тут написаны это равенство формальных степен на ряд проходили на алгебре на кто знает что какой формальный степенный ряд ну как то не все да значит ну давайте давайте если не все то я напомню да напомню тем кто знает расскажу тем кто не знает но значит вот у вас есть что у нас основное поле цены ну ладно значит давайте я буду рассматривать вот собственно говоря такие образования значит а суммы a nt x nt значит это ну это как многочлены только бесконечной степени они от нуля до бесконечности такой набор коэффициентов вот ну я утверждаю что такие многочлены бесконечной степени многочлены в кавычках конечно ряды формальные степенные про которые мы мы не требуем от них никакой сходимости мы не будем в них подставлять вместо x а перемен вместо x а какие-нибудь числа мы этого делать не будем в частности я могу сказать что эти самые a nt это там совершенно любые я их могу там взять я не знаю экспонент от n квадрат да значит такой ряд конечно там не будет сходиться ни в какой ни в какой области да но вот формальный ряд я могу просто рассмотреть вот хорошо значит такие штуки можно складывать понятное дело коэффициентно и можно перемножать как такие штуки перемножать значит можно перемножать если у меня есть а n x n я его хочу помножить на б м x что у меня получится и как мне действовать как мне такую штуку искать она она называется правил каши окей а что там конечно значит это мне кажется это правило раскрытие скобок известно оно было не только каши но и там не знаю в древние времена там каши чингисхана там ну хорошо давайте у этой штуковины найдем нулевой коэффициент свободный член а 0 на b0 так сложнее значит первый чего дальше так но тут надо скобки раскрыть да на самом деле когда вы раскрываете скобки вот это ключевое наблюдение у вас тут конечно бесконечное число слагаемых здесь и здесь но когда вы раскрываете скобки и хотите посчитать коэффициент при скажем x1 или хотя бы даже x100 неважно при любом x в любой степени вам надо сделать конечное число действий вот это очень важная штука значит если я хочу найти коэффициент при а 1 x то есть коэффициент при x1 x в первой степени в этом произведении но я смотрю откуда у меня может здесь взяться первая степень x а ну либо отсюда я беру нулевую отсюда первую либо наоборот значит значит получается а 0 b1 плюс а 1 b0 умножить на x а в квадрате что что будет при квадрате ну да значит может я могу взять ну давайте я уже готов записать на самом деле общий член здесь что будет при x в степени к икс степени к значит сумма ну если я при икс степени к то сумма по какой-нибудь другой буквы не знаю по жи равным нулю до то к да значит а а а житая b g минус х т а к минус житая конечно спасибо к минус житая x в степени к плюс и так далее ну вот обратите внимание что здесь записана конечная сумма очень важно значит то что вы делаете не включите вы конечно перемножаете два бесконечных ряда но то что вы делаете не включая в себя никаких операций кроме алгебраических никакого перехода к пределу здесь нет это вот честная сумма честный коэффициент а слушайте прежде чем я это забыл давайте давайте я пущу листочек какой-нибудь вот такой листочек например и вы каждый на нем напишите фамилию имя и где и на каком курсе на каком факультете какого вуза вы учитесь светлое время суток ну или школа может курс класс ну ладно ну или может не учится нигде счастливые люди или наоборот несчастные или работают с утра до ночи вот хорошо значит получается что ряды мы можем перемножать ну если мы ряды можем перемножать то ну иногда мы можем ряды и делить когда мы можем ряды делить кто знает когда первый коэффициент не ноль конечно а давайте подумаем почему если первый коэффициент не ноль то мы один ряд можем поделить на другой ну кстати у кого коэффициент не ноль ну поскольку ряды мы умножать умеем то нам к ряду надо искать обратный что такое обратное это такое которое при умножении на данные дает единичку да значит ну давайте 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 предложение значит пусть пусть а от x формальный степенной ряд ну я пишу c это может быть любое вообще поле нулевой характеристики уж точно значит а тогда ну он там равен не знаю а ноль плюс а один и x плюс и так далее тогда я утверждаю что существует такой b от x что а от x умножить на b от x равно единичке тогда и только тогда когда а от нуля ну оно же а ноль равняется не нулю так а кто умеет это предложение доказывать не мизероке ну молодцы да ну вот хорошо но как доказывать рассказывайте если у вас ползала таких умеет ну ответ такой надо вот посмотреть на это правило взять и посчитать так ну хорошо значит давайте сначала откуда ну давайте сначала справа налево докажем что если а ноль не ноль значит тогда b ноль это что такое вот по тому правилу b ноль а ноль умножить на b ноль должно быть равно единице да значит мы получаем такую систему уравнений на самом деле да а ноль умножить на b ноль равно единице а один b ноль плюс а ноль b 1 равно чему нулю почему потому что единице на самом деле вот здесь написано формально степенный ряд вот эта штука это не просто число это формально степенный ряд но у него правда у него все члены кроме нулевого они нули нулевой член единичка то есть он очень быстро обрывается но вообще-то это ряд такой не хуже прочих даже может и лучше некоторых ну вот значит вы можете написать такую систему да значит а один b ноль а плюс а ноль b один равно нулю а два b ноль плюс а один b один плюс а ноль b два равно нулю и так далее значит вы можете записать такую как бы бесконечную систему я утверждаю что хоть система и бесконечное решение у нее все равно единственное ну наверно понятно да значит эта система она такая система на кого кстати мы а знаем а хотим найти b правильно а нам даны а мы по ним ищем b вот если у нас такая система написана то мы можем сказать ну хорошо давайте я я сейчас сначала найду b 0 а там посмотрим значит это сильно потому что b 0 равняется единице а на а ну так хорошо ну ладно b 0 я нашел теперь я могу если я его нашел я могу поставить его вот сюда значит получается что b 1 равняется там минус a 1 b 0 делить на а 0 а делить на а 0 можно потому что а 0 все таки не ну да значит а ну хорошо и так далее можете выразить все эти все эти коэффициенты b2 b3 и так далее b100 через через а просто один за одним вот так хорошо значит получается что мы такой ряд b построили и причем это решение системы но ну и вообще единственное можем сюда единственное дописать да вот хорошо так она это дает ряд ряд b так хорошо давай теперь другую сторону докажем почему если у вас к ряду есть обратный то свободный член не не 0 но это как то очевидно да вообще значит получается что если у вас а 0 b 0 равняется единице это значит что и 0 0 не равно 0 ну как то так но вообще на самом деле вот у многочлена бывает степень а формального ряда бывает такая тоже обычно называют степень но она имеет другое значение это значит степень многочлена обычно называется его степень при наибольшая степень при нулевом коэффициенте а степенью форм формального ряда непонятно что такое наибольшая степень у него только можно говорить про наименьшую степень при ненулевом коэффициенте да то есть например у ряда написанного здесь до x умножить на x такая вот степень как бы будет единичкой а не нулевом ну можете вы можете говорить на самом деле что если у вас есть степенной ряд то он делится на какую-то степень x а вот и этот да если если нам не хватит листочка то можно взять еще вот и этот самый ряд делится на степень x а и максимальная степень на которую он делится вот как раз разумно называть степенью вот например вот или вы можете так сказать что это порядок нуля в нуле да то есть у этой функции в нуле это ноль какого-то порядка вот кратный ноль а у многочлена степень это порядок порядок кого полюсов бесконечности ладно хорошо ну да ладно значит мы с вами например вот доказали такое такое предложение про формально степенные ряды что формально степенные ряды на самом деле если у них только свободный член не ноль можно друг на друга делить ну то есть они образуют кольцо да и такое кольцо которое ну немножко отличается от поля ну вот немножко оно отличается тем что у вас есть вот такие такие многочлены такие ряды у которых свободный член нулевой вот и только на них делить и нельзя вот ну хорошо ну ладно значит это был чего это был первый пример попутно мы с вами разобрались с так кое-как разобрались для начала с формальными степенными рядами ну формальные ряды нам еще пригодятся ну например значит что еще какие еще на эти последности ну например бывает не знаю геометрическая прогрессия да бывает ну это тоже пример геометрической прогрессии правда со знаменателем 1 ну пример 2 давайте у меня будет прогрессия 1 лямбда лямбда квадрат и так далее ну если я для нее хочу написать производящую функцию ну это будет а от x это 1 плюс лямбда x плюс лямбда квадрат x квадрат плюс лямбда куб x куб плюс и так далее так слушайте прикройте дверь пожалуйста спасибо ну вот и что и что с этой штукой делать что с этой штукой делать куда ее девать как ее свернуть обратно так и если я пишу здесь нормально видно то господь с вами какой производ просто сделать то же самое да значит можно сказать что у вас а от x минус единица есть лямбда x умножить на а x то есть а x на самом деле а от x это просто 1 делить на 1 минус лямбда x и это нам потребуется сегодня так ладно хорошо теперь значит а вы ответили на мой следующий вопрос а если у меня есть не геометрическая арифметическая прогрессия 1 чего там 2 3 давайте 0 1 2 3 квадрат 2 давайте просто давайте действительно с единицы начнем давайте 1 плюс 2x плюс 3x квадрат плюс и так далее это что за зверь такой ну да значит люди наблюдательные знающим это анализ знают что это то же самое что давайте я напишу 1 все равно свободный член при дифференцировании уйдет плюс x плюс x квадрат плюс и так далее штрих да можно так сказать да ну ну да то есть получается что это 1 делить на это мы уже знаем что такое вот оно здесь написано 1 делить на 1 x штрих ну чего у кого была пятерка анализа в первом семестре кто такую штуку умеет производная один раз да кто такую штуку умеет продифференцировать 1 делить 1 правильно молодцы 1 делить на 1 минус x квадрат так ну хорошо ну да значит если у вас если вы не знаете что такое производное то вы все равно можете понять что что это будет правдой например вот этот ряд можно как-то разложить например так 1 плюс x плюс x квадрат и так далее плюс x плюс x квадрат и так далее плюс x квадрат плюс и так далее да плюс и так далее то есть получается что это у вас вот эта самая геометрическая прогрессия плюс x умножить на ту же самую геометрическую прогрессию так вот только давайте б обозначу потому что а было здесь да здесь будет а а значит да получается что это а от x плюс x на а от x плюс x квадрат на а от x плюс и так далее да то есть это получается что такое а от x умножить на а от x да а от x в квадрате вот то есть а от x мы уже знаем значит получается что это квадрат давайте какой-то вопрос можно задать это хороший вопрос и это хороший вопрос это хороший вопрос значит насколько строга доказательство производной так а а какого бы вы ответы хотели нет значит смотрите ну можно сказать что вы угадаете ответ это раз один вариант второй вариант сказать что у вас есть как учили на мотане у вас есть степенной ряд на интервале про который вы можете сказать что он там равномерно сходится на этом самом интервале да значит если он равномерно сходится вам можно почлен дифференцировать продифференцировать его и сказать что это равно производный от он вот сходится той функции значит воспользуемся там некая теоремой из metalliz'а о том что тогда производная ряда особенно мы сходятся в производном этой самой функции вот и победа да а можно сказать что у вас есть кольцо формальных степенных рядов На котором есть оператор дифференцирования Да, значит смотрите Вот это доказательство, оно проходит на интервале от минус 1 до 1 Вы совершенно честно можете сказать все то же самое про дифференцирование Даже про формально-степенные ряды здесь говорить не обязательно Но если хочется, то можно Вы можете сказать, ну хорошо, давайте я введу оператор на пространстве формально-степенных рядов Который у меня ряд, там, значит, этот оператор Он ряд а от x, там, оператор dpdx, да Который ряд а от x переводит в такой ряд Сумма а nt умножить на n умножить на x в n-1 при n от 1 до бесконечности Понятно, что оператор дифференцирования определить можно Но вот то равенство, что штрих от того равен 1 делить на 1 А дальше вы говорите А дальше вы говорите Ну хорошо, вот я теперь определил этот оператор Давайте я подоказываю всякие теоремы, которые у меня обычно доказываются про дифференцирование Ну очевидно, что оператор линей Значит, упражнение Давайте упражнение, да Значит, докажите, что Доказать, что Таким образом формально определенный оператор Что dpdx удовлетворяет Ну привычным вам свойствам Например, dpdx от fg есть f dg по dx плюс df по dx умножить на g Правило Лейбница, да Значит, ну дальше вы можете сказать, что Единицы делить на g, если это обратимый ряд Если у него свободный член не равен нулю То вы знаете, что такое единица на g Ну вот, докажите, что Тогда от единицы на g dpdx Будет равен Ну, значит, минус dg по dx Поделить на g Я ответил на вопрос, да? Да Вот Ну, на самом деле, да На самом деле, это вот такой способ Заниматься мотанализом, не занимаясь мотанализом Только квадрат Ну, да, квадрат, спасибо Спасибо, конечно Вот Значит, вы можете сказать Вот хорошо, я вот определяю дифференцирование на формальных рядах Ну да, и дальше у меня есть все вот эти свойства, которые я сейчас докажу И доказываю я их тоже, как манипуляциями с коэффициентами Я нигде Хоть у меня это называется производное, да? Дифференцирование Я нигде не говорю вещи типа Возьмем эпсилон, больше нуля Значит, найдем по нему дельта Вот такого я не говорю Я действую чисто алгебраически Ну, хорошо Нет, вообще, как бы от Даже от многочлена бывает Есть смысл брать производную Даже если это многочлен не над Вещественным полем Или над комплектом Можно тоже определить так вот, чисто формально И доказать эти свойства Там будет иногда что-то полезное оттуда тоже извлекаться Вот, хорошо Значит, получается, что так вы можете действительно определить оператор дифференцирования Так вы можете на формальных степенных рядах определить оператор взятия первообразной Который будет обратен к дифференцированию Вот, ну, первообразной Понятно, вам надо договориться там, чему равно значение ее в нуле Да, ну, наверное, лучше полагать, что оно ноль Вот, ну и сказать, что это действительно взаимно обратные операторы Ага Вот, ну, хорошо Тогда что? Тогда Ну, ладно, такую вот Да, значит, задачка Задачка А что такое Единица делить на 1 минус x в катой Ну, можете ли вы выписать эту последовательность? Может, вы умеете? Ну, хорошо Ну, ладно Нет, я не... В катую степень Пу, извините, в катую степень А, нет, у нас же есть производная Почти что Катая производная Катая производная Да, значит, ну, то есть Вот можно взять вот этот ряд Продифференцировать его К раз Ну, там еще полезут некоторые коэффициенты Проследить за ними Более аккуратно, да Потому что при дифференцировании Там вот у вас там есть 1 минус их степени минус 2 Да, вы его дифференцируете Там вылезет степень минус 3 И еще это умножится на... На минус 3, да Ну, вот Ну, короче говоря, ладно Значит, мы же должны что-то еще на семинар оставить Да, по этому курсу есть семинары Будет там листочек Можно там эти задачки сдавать Можно не сдавать Кохоз сделал добровольно Хорошо Ну, ладно Ну, ладно Ну, если так То давайте Давайте Погробуем Что-нибудь посчитать Ну Тоже сюжет, которому уже Лет, наверное, 800 Да, наверное Это Ну, взято с первого Видимо Ну, одного из первых Математических Трудов Написанных в Европе Скажем так В прошлом тысячелетии Вот Ну, да Сюжет такой Вот Что-нибудь сказать Про такую последовательность Задана с отношением fn плюс 1 Равняется fn плюс f минус 1 Знаете, да Что за последовательность? Ну, да Можно там сказать Что f0 Ну, это Это Фибоначчи Ну, фибоначчи Да Значит Ну Это Книжка Которая Называлась Либер Аббаци Наверное Фибоначчи Говорил Аббаци Вот И написана была Где-то В районе 1200 Года Ну, вот Ну Книга Аббака Это на латыни Ну, вот На латыни Смода вышла Ныне Ладно Да Значит Что можно Про этого товарища Сказать Ну, не знаю Меня всегда Это немножко Удивляло Что Нет На самом деле Это была книжка Которая начиналась Изначально Как Пособие По бухгалтерскому учету Потому что Фибоначчи Был Купцом Который Ну У их семьи Был Бизнес Они торговали Со странами В основном С южной стороны Средиземного моря То есть С Магрибом С Северной Африкой Алжир Тунис Вот Ну Это В общем Страны В которых Тогда Понятно После Рассвета Багдадского Халифата Наука Находилась На высоте Чего Про Европу Сказать Нельзя Ну На самом Деле Да Например Например В Этой Книжке Фибоначчи Описывает Что Вот Ребят Надо всем Выучить Есть такая Отличная вещь Которая У нас Почему-то Не пользуется Вот У арабов Есть Такие Их Арабские Цифры А мы Тут Как дураки Считаем Значит Римскими Ну В общем Ничего Меня удивляло Что Всегда Что Когда Я Учился В Аспирантуре В Европе Во Франции У нас Во Франции Было Довольно Много Ребят Которые Приезжали Учиться Как раз Из Стран Северной Африки А за 800 Лет До этого Наоборот Чтобы Выучить Математику В Европе Надо было Ехать В Северную Африку Ну Ладно Ну Хорошо Значит Ну И там Там Много Чего Есть В этой Книжке И Оказывается Что Там Например Есть Задачка Про Ну Больше Менее Про Сумму Геометрической Прогрессии Там Формулируется Это Как Что Что Это Какая Не Знаю Нет Про Гири Не знаю Знаю Что Там Была Задачка Про То Как Там Шли В Рим Семь Старух У Каждой Старухи Было Семь Мешков В Каждом Мешке Там Что Там Семь Кишелей Сколько Всего Предметов Ну В общем Предлагалось Считать Сумму Геометрической Прогрессии Ну Вот Ну И Была Еще Это Самая Обще Известная Задача Про То Как Размножаются Кролики Все Знают Все Знают Ну Как Нет Кролики Размножаются Очень Быстро И Мы Сейчас Выясним Как Значит Ну Да Модельный Пример Такой Что Вам Которые Новорожденные Вот Кролики У них Жизнь Устроена Так Ну Кролики Соответственно Мальчик И девочка Вот Значит Они Там Месяц Растут За месяц Они дорастают До взрослого Возраста А дальше Каждый месяц Они начинают Приносить Еще пару Приплода Тоже Мальчик И девочку Которые Тоже За месяц Растают До взрослого Возраста И Дальше Начинают Делать То Что Кролики Умеют Делать Очень Эффективно Соответственно Вопрос Сколько У вас Кроликов Будет В конце Года 12 месяцев Получается В первые Месяцы Одна Пара Второй Они Подросли И уже Пара Взрослых Кроликов Ну Дальше Что Дальше На следующий Месяц У вас Уже Появилась Первая Пара Приплода Одна Пара Новорожденных Одна Пара Уже Взрослых Дальше Когда Они Выросли Они Каждый Месяц Начинают Приносить Приплод И Значит Кролики Бессмертны Ну Вот Значит Так Что Происходит За Следующий Месяц Ну Дальше Они У вас Что Они Приносят Еще Одну Пару Приплода А Первая Пара Как раз Дорастает До Взрослого Возраста Три Вот То Есть Вот Одна Пара Которая Которая Значит Ну Да Соответственно Получается Что Сколько У вас Взрослых Кроликов Это Предыдущий Член Вашей Последности Сколько У вас Кроликов Всего Это Тягощий Член Вашей Последности То На На Следующем Шаге У вас Будет Столько Кроликов Сколько Кроликов У вас Сейчас Плюс Сколько Взрослых Кроликов Сейчас То Столько Кроликов Сколько У вас Сейчас Плюс Столько В прошлом месяц на 8 но через год быть тоже кто уже посчитал 144 молодец хорошо значит вот у вас геометрической прогрессии вести это это вы знали или или это так идея стандартная задача да какие какие будут последовательность ну геометрической прогрессии все да ну в общем то моя моя вся моя сегодняшняя лекция примерно про это но хорошо ладно давайте производящую функцию напишем давайте напишем производящую функцию назовем ее ой так давайте вот эти у меня числа будут f а функция фиб в честь леонардо которую при жизни не звали фибоначи ты не знаю там 1 2 2 а или и 1 наверное нет не знаю проверить спиринг по википедии но в городе пиза недалеко от известной всем башни есть старое кладбище на котором как раз хоронить фибоначи вот желающий кто окажется в пизе проведайте памятник стоит хорошо значит давайте напишем производящую функцию 1 плюс x плюс чего там еще 2 x квадрат плюс 3 x куб плюс 5 x 4 плюс 8 x 5 плюс так далее но хорошо значит давайте теперь сделаем с этим что-нибудь ну давайте эту последовательность умножим на x x умножить на фиб от x это x плюс x квадрат плюс 2 x q плюс 3 x 4 плюс 5 x 5 плюс и так далее так ну что вы видите на этой интересной картинке надо вот вот этих двух друзей сложите мы получим почти что этого но этого в точности мы получим если мы к нему еще прибавим единичку значит получается такое уравнение фиб от x равняется 1 плюс x плюс x квадрат фиб от x ну чего ура мы готовы это самое уравнение записать ну чего значит надо все перенести в другую часть да значит мы получим что фиб от x есть это что такое это 1 поделить на 1 минус x минус x квадрат ну вот знаменателе числитель единичку знаменатель квадрат на 3 вообще вот хорошо так ну и чего и радости с этого но на самом деле вот я здесь написал такое такое равенство да и сказал что последователь фибоначчи ему удовлетворяется но это на самом деле не единственная последовательность которая ему удовлетворяет ну бывают разные глупые последовательности например на все нули что произошло если вам не подарили ни одного кролика сколько кроликов вас будет через год ни одного и нибудь хорошо а и еще будет последовательность который этому этой штуковине удовлетворяет ну тут был справедливое замечание что бывает что на самом деле самая важная последовательность геометрическая прогрессия давайте посмотрим а может ли вы придумать какую-нибудь геометрическую прогрессию которая удовлетворяла бы этому соотношению ну ну это вы очень умные вы знаете форму бене вы даже читаете журнал квант вот но ну так если я так в общем не такой умный как вы а я просто хочу сказать что у меня прогрессия геометрическая сознательный лямбда и я ее просто подставляю вот сюда значит пускай у меня ну пускай у меня а n равно лямбду степени ну давайте я подставлю это вот вот в это уравнение ну понятно значит для простоты давайте считать что лямбда не ноль что сколько у нас кроликов есть значит а что то можно получить вот отсюда можно сказать что лямбда в степени n плюс 1 равняется лямбда в степени n плюс лямбда в степени n минус 1 ну давайте посмотрим что это за такое равенство значит здесь получается лямбда квадрат минус лямбда минус 1 помножить на лямбда в n минус 1 равно нулю да могу я такое уравнение записать правильно ну вот ну на самом деле давайте я не буду обращать внимание на этого друга он все равно не ноль я просто него сокращу вот ну хорошо значит получается что геометрическая прогрессия удовлетворяет соотношение фабоначчи тогда и только тогда когда ее знаменатель есть корень вот такого квадратного уравнения ну вот такого квадратного уравнения мы можем посчитать корни давайте посчитаем кто умеет решить квадратное уравнение нет тракурстиков не спрашивая не разучились вот правильно значит лямбда равняется 1 плюс минус корень из 5 есть две разных геометрических прогрессия с таким вот знаменателями первым членом в один который удовлетворяет вот этому соотношению так а давайте еще спрошу какие бывают какие бывают например еще и еще последовательности которые этому соотношению бы удовлетворяли но можно примерить две последовательность сложить да еще чего можно можно вычесть можно умножить на число и обратить внимание если я последовательным нужно число то она конечно же будет продолжать удовлетворять вот этому вот говорят рекуррентному соотношению да потому что ну потому что ну как линейно у вас все 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 это уравнение множится на одно и то же число ничего не произойдет вот ура значит ну давайте давайте скажем что а давайте их по-разному обозначу это будет лямбда а еще будет мю это будет 1 минус корень из 5 то по-разному значит давайте я скажу что пускай у меня есть лямбда и мю и значит предложение вот это будет соотношение рекуррентная звездочка значит последовательность а n удовлетворяет соотношение звездочка тогда и только тогда когда она есть а n равняется c1 лямбда 1 в степени n плюс c2 лямбда 2 в степени лямбда и мю c2 мю степени так ну чего значит где лямбда и мю вот такие как как здесь написано работает точно так же как линейный дифур с постоянными коэффициентами это это на самом деле есть линейный дифур с постоянными коэффициентами только с дискретным временем конечно но на самом деле я я очень рад что 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 вы заметили да что аналогия между между линейными рекуррентами дифурами сам что не есть прямая то есть у вас как бы положение следующий момент выражается как но вы можете считать что это положение в предыдущий и положение в пред предыдущий как бы обводка образность между ними такая скорость как будто бы да ладно но это я так пока на пальцах что-то такое пытаюсь объяснить но на самом деле на самом деле это все действительно имеет смысл вот хорошо значит мы можем составить такое вот уравнение да ну понятно на самом деле как вот это уравнение вот этим соотношением связано да надо здесь просто взять и заменить все все f n ты на лямбда в степени ну вот и сократить на подходящую степень ленты вот значит получите уравнение в данном случае второй степени вот если рекуррент было больше глубины то соответственно больший ну вот значит а давайте такую штуку обсудим последовательность а n если последовательность есть линейная комбинация лямбда венны и мю венны то она ясное дело удовлетворяет вот этому соотношению это понятно да ну как бы каждый из из этих последовательность удовлетворяется отношению значит их любая линейная комбинация тоже вот а а что если а наоборот почему если значит доказательства отсюда сюда ясно с справа налево а почему слева направо если последовательность удовлетворяет вот этому соотношению то она есть сумма двух геометрических прогрессий так что вот на самом деле это это да это это лучше все так сказать действительно значит последовательность мы все знаем если мы не узнаем в первые два момента времени в точке 0 и в точке 1 значит дальше она как она идет это определяется исключительно первыми двумя значения значит мне надо по значению f от 0 и в единице найти c1 c2 ну давайте я попробую это сделать что ну чего возьмем вот это соотношение подставим в него да всем ли понятно почему если у нас последовательности наши две совпадут в первых двух членах нулевом и в первом то они дальше будут совпадать повсюду ну понятно потому что они вот этим соотношением задаются вот но хорошо значит давайте мы эти коэффициенты найдем ну подставим н равенную нулю f от нуля равняется c1 плюс c2 так хорошо а f от единицы равняется лямбда c1 плюс мю c2 это такая система уравнений с двумя неизвестными вот ну давайте ее решим но для произвольных лямбда имя например кто умеет решать систему уравнений с двумя неизвестны ну я не знаю правил крамера здесь вполне вполне по делу например можно правил крамера знать правил крамера молодцы вот она в принципе больше ни зачем не нужно кроме как решать систему 2 на 2 и доказывать что там у обратной матрицы коэффициент такие как надо вот ну давайте значит определитель правой части это это что такое мю минус лямбда да так хорошо что будет если вместо c1 подставить ну то есть вместо первого столбца подставить f0 f1 значит c1 ну давайте напишу c1 это такой определитель лямбда мю внизу а здесь будет что это первый столбец надо заменить на f от нуля f от единицы 1 мю да ну давайте давайте посчитаем чему это равно это будет f от нуля мю минус f от единицы поделить на мю минус лямбда правильно так а c2 это соответственно 1 лямбда f0 f1 поделить на 1 1 лямбда мю и это равно чему это это равно f1 f от единицы минус лямбда f от нуля поделить на мю минус лямбда так ну давайте так сходится или нет ну вроде сходится потому что если мы их сложим до c1 и c2 то у меня вот эти самые f1 и здесь уйдут а сверху останется f0 и на мю минус лямбда и снизу останется мю минус лямбда да ну вроде нормально значит получается что вы можете тем самым найти c1 и c2 значит получается что у вас единственное решение данной системы при при заданных начальных условиях причем начальные условиям вы можете взять любые ну вот чем мы тут воспользовались ну мы существенно воспользовались тем что мюни равно лямбда значит что на знаменатель мы можем поделить значит это мы пользуемся тем что лямбда отлично отлично отмечать вот ну хорошо значит вот у нас есть такие c1 и c2 замечательные ну отсюда мы например можем для последовательности фибоначчи вот для этой самой изначальной задачки написать чему равно f от n значит f от f от n просто вы можете написать просто явно что 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 такое так значит если f от в исходной задаче f от 0 равно f от 1 равно 1 да и здесь у вас здесь у вас что здесь у вас c1 будет равно мю минус 1 поделить на мю минус лямбда так а c2 будет равно чего 1 минус лямбда поделить на мю минус лямбда да так ну и и чему это равно так ну знаменатель минус корень из 5 да но это равно чему значит из этой штуки надо вычесть единичку да значит это будет знаете а даже проще ну будет 1 делить на корень из 5 значит 1 делить на корень из 5 а здесь будет минус 1 делить на корень из 5 вот ну то есть получится известно некоторым особо продвинутым слушателям формула бене да значит формула бене говорит что f от n равняется единице делить на корень из 5 и дальше тут будет что-то типа 1 делить на 1 сейчас 1 плюс корень из 5 пополам в степени n минус 1 минус корень из 5 пополам в степени n ну вот ну что-то вроде этого ну удивительная штука если задуматься да вы вот эта формула например всегда дает целые положительные числа что как-то глядя на нее вообще говоря не заподозришь ну вот ну хорошо так значит мы с вами поняли как решать линейный рекуррент да вроде как ну по крайней мере глубины 2 значит можно сказать ну хорошо давайте составим такое вот уравнение которое называется характеристическим уравнением и ну и попробуем сказать что значит что дальше там у него есть корни и дальше когда вы когда вы находите эти корни вы можете сказать что если эти корни различны то любое решение представляется в виде c1 лямбда венной плюс c2 милвенной вот ну и значит ну таким образом получить все решения при данных начальных условиях вот а можно было бы можно было бы сделать например немножко по-другому можно было бы взять вот эту вот производящую функцию это сейчас будет опять же какая так сказать а рассуждение о пользе производящей функции то есть мы думаем что у нас есть просто верхное пространство последовательности и мы на нем действуем оператором сдвига права можно да но это 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 третий взгляд который я хотел рассказать значит давайте я сейчас сначала поговорю про а ну давайте давайте действительно то что вы говорите значит давайте я действительно возьму такое векторное пространство последовательности да значит я беру последовательности всевозможные которые удовлетворяют такому соотношению и я могу сказать что что ну допустим я изначально знаю это f 0 и f1 да а если я ну то есть у меня есть значение за два предыдущих месяца месяц прошел и у меня эти значения превратились в f1 и f0 плюс f1 да то есть смотрите если у меня было не так давайте я скажу если у меня было сейчас бэк роликов из них а кроликов взрослых да то на следующий месяц у меня будет а плюс бэк роликов из которых бэк роликов взрослых так ну да ну да я могу сказать что на самом деле у меня есть отображение из ну из r2 в r2 да пространство таких пар сколько у меня кроликов и сколько кроликов взрослых из них первый координат это количество взрослых кроликов а вторая это количество кроликов целиком вот хорошо значит если у меня есть оператор из r2 в r2 если у меня есть оператор у него есть матрица в этих координатах давайте я эту матрицу запишу 1 0 1 1 а что значит 1 0 1 0 1 1 да ну не совсем вроде нет ну вот как то да значит если что такое вообще что что в матрице пишется обычно обычно пишется по столбцам образа базистых векторов да если у меня 1 0 вектор взять то он перейдет в вектор 0 1 правильно вот а если я возьму вектор 0 1 наоборот то он перейдет в 1 1 у меня есть такая матрица и если я ее ну как-нибудь давайте я назову ее как красивая ну вот и если у меня есть начальные условия f0 и f1 да то я хочу знать положение дел в следующем месяце я просто к этому вектору должен применить мою матрицу f да ну это там в вектор начальных условий ну значит это будет f вот а если я хочу знать положение дел через значит это через месяц а если я хочу знать положение дел через 12 месяцев то я должен применить 12 степень оператора v ну то есть это такой вот оператор оператор действительно эволюции да значит через через m месяцев я хочу найти тем самым значение f0 f1 вектор вектор столбец начальных условий и к нему применяю n то степень матрицы f так хорошо а а лямда и мю это это кто такие кем они приходят с этой матрицы собственными значениями конечно если я напишу характеристический многочлен этой матрицы да то это будет как раз вон то правильно ну да а вот то есть на самом деле это это уравнение можно назвать характеристическим уравнением потому что действительно характеристическое уравнение соответствующего оператора который из ну который меня в из f n-1 fn переводит в fn fn-1 да значит получается что это это давайте я напишу лямда лямда квадрат минус лямбда минус 1 это равно 0 это характеристическое уравнение ну вот то есть это на самом деле действительно определитель f-1 лямбда е да равно 0 ну вот ну хорошо значит чего дальше ну да еще можно ну можно сказать так что действительно задача сводится к задаче линейной алгебры вы просто у вас есть матрица вы хотите посчитать ее n-ую степень ну как посчитать n-ую степень матрица ну можно ее там как-то если угодно диагонализовать потом диагональную матрицу в степень взвести ничего не стоит потом значит вернуть записать ее в исходных координатах ну вот а ну хорошо значит это это подход номер подход номер 2 вы знаете был фильм такой расемон кто смотрел фильм расемон поднимите руку и кто а курасова или кто может кто-нибудь книжку читал которая называется в лесу кто говорит ну там в общем возлагался некий некий сюжет ну значит некое преступление которое там было совершено в лесу в лесной дороге оно излагалось там глазами разных свидетелей да значит разбойник наполнен самураем его жену и убил самурая вот значит оно излагалось глазами крестьянина который что-то там видел там была одна история потом значит потом не знаю медиум вызывал дух этого самурая спрашивали разбойника ну ну значит вот это первый подход системы уравнения это был путь крестьянина ну вот вот это линейно алгебраический подход это путь самурая сейчас будет путь духа значит путь духа это производящие функции значит давайте путь духа все пишется вон туда вот а все пишется вон туда да значит путь духа заключается в следующем что не надо помнить вообще про про какие-то наши последовательности надо работать с алгебраическими объектами вот у нас есть алгебраический объект ну вот у нас тут квадратный трехчлен написан в знаменателе ну что приличный человек делает с квадратным трехчленом ну там раскладывает его на множители ну давайте разложим этот квадрат трехчлен на множители значит ну мы получим нечто 1 минус x минус x квадрат равняется давайте я буду раскладывать его на такие множители у которых единичка минус x умножить на что-то q1 и q2 ну вот а кто такие q1 и q2 ну не совсем лямбда и мю это обратный к лямбда и мю да значит q1 есть единица делить на лямбда q2 это единица делить нами все же просто лямбда и мю а все все же просто лямбда и мю сейчас погодите погодите здесь написано другое уравнение потому что здесь это уравнение если я напишу уравнение на единиц на x туда оно будет такое же а если если я вот возьму буквально этот квадратный трехчлен то у него корни будут тут же два минуса да тут при x квадрат минус стоит это будет x квадрат плюс x минус 1 так что тут надо быть поаккуратнее давайте посмотрим значит а у меня было что значит лямбда равнялась единица плюс корень из 5 пополам мю равнялась единице минус корень из 5 пополам вот значит лямбда мю это сколько лямбда мю это минус 1 да лямбда мю равно минус 1 да что нам говорит теорема Виета а еще теорема Виета говорит мне что лямбда плюс мю равняется 1 ну вот ну в общем я бы считал что это сейчас это не то не то обратное не то минус обратное да вот я сейчас что-то не соображу просто буквально обратное да а ну да конечно значит если лямбда мю равно минус единице то то ну да это обратное сейчас или нет сейчас погодите ну давайте я напишу просто вот честно да значит я здесь раскрою скобки я скажу что q1 q2 q2 равно минус 1 а q1 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 плюс q2 равно единице да а то есть это просто что это минус обратное ну на самом деле user это на самом деле они же есть потому что они минус обратные друг к другу ну да то есть на самом деле давайте я скажу что q1 есть минус единицы на лямбда а q2 есть минус единицы на мю правильно да Так, ну хорошо. Значит, вот у меня мой квадрат трехчлен. Теперь представлен в таком вот виде. Ну да, здесь как бы неудачно, что эти. Ну вот я представил квадратный трехчлен в таком виде. И я теперь могу сказать. Хорошо, давайте я теперь, если я его разложил на множители. 1-Q1x1-Q2x. Давайте я его представлю в таком вот виде. c1 делить на 1-Q1x плюс c2 и минус Q2x. А, ну тут действительно, тут, наверное, не самый удачный пример, потому что эти лямбды, они друг к другу минус взаимно обратно, да, что минус единица на лямбда это мю, а минус единица на мю это лямбда. Ну, просто число такое устроено. Ну, это золотое сечение, да. Знаете, что эта штука, это золотое сечение. Вот. Ну, хорошо. Значит, такой чисто алгебраический факт. Я захотел дробь представить в виде суммы двух дробей такого вида. Зачем вам приходилось в жизни представлять дробь в виде суммы дробей такого вида? Разложение на простейшие. Ну, это называется разложение на простейшие, да. Это, на самом деле, ну, если вы там хотите эту дробь проинтегрировать, например, да, значит, вам нужно записать ее в таком вот виде. Вот. И тогда получается, что эти коэффициенты можно тоже найти, решая систему уравнений, которая, сюрприз, будет ровно та же самая, которую мы выписывали здесь только что, в первом подходе. Вот. Ну, хорошо. Значит, если вы теперь запишите эти два дроби, ну, вы знаете, чему равна производящая функция вот этой последовательности? Ну, давайте я здесь немножко... Ну, ладно. Значит, давайте я скажу, что это производящая, что у вот этой последовательности производящая функция, это что? Это С1 умножить на 1 плюс Q1 квадрат Х квадрат плюс Q1 куб Х квадрат плюс и так далее. А у этой тоже самое, только с Q2. С2 умножить на 1 плюс Q2 Х плюс Q2 Х плюс Q2 квадрат Х квадрат плюс и так далее. Вы знаете просто, если вы разложили дробь в сумму простейших, вот эти самые С будут там тоже минус единицы на корень из пяти и корень из пяти, то, значит, вы знаете эти две последовательности. А если вы знаете эти две последовательности, вы можете найти у их суммы произвольных членов. И это будет, опять же, сумма двух последовательных членов геометрической прогрессии, как вам и говорит формула Бене. Ну, вот. Ну, хорошо. Значит, ну давайте как-то, может быть, подытожим наше знание. И, в общем-то, можно сказать, что у вас, если есть линейная рекуррента, ну, скажем, глубины 2, да, если у вас есть последовательность с коэффициентами А, А, Н плюс 1, есть какой-нибудь там А1, ну, не знаю, Б1, А, Н плюс Б2А, Н минус 1, значит, то вы можете составить характеристическое уравнение. Вы можете составить уравнение лямбда квадрат минус Б1 лямбда минус Б2 равно нулю. Ну, вы можете найти... так, ну, x, наверное, да, все-таки. Вот. Найти его корни, лямбда мю, найти начальное условие и сказать, что все решения такой рекуррента, это С1 лямбда ванной плюс С2 мю ванной. Значит, А от Н тем самым равняется вот такой штуке. Или вы можете записать у этого дела такую, скажем, матрицу тоже, да? Вы можете, например, сказать, ну, хорошо, давайте у меня первый мой базисный вектор. Ну, то есть, ну, что у меня будет? У меня будет вектор из состояний в F. Ну, давайте я напишу АН минус 1 АН переходит в АН АН плюс 1. Ну, давайте я напишу матрицу такого линейного оператора, да? То есть, ну, как бы это... Это вот первый подход. Пусть крестьянина говорит мне, что я должен взять там две геометрические прогрессии и что-то такое про них понять, там, понять начальные условия и сложить эти геометрические прогрессии. Вот. Значит. Второй путь говорит мне, что я должен взять оператор перехода к следующему моменту времени и... Сейчас, Лен, пять минут еще. Ну, давайте попробуем написать оператор перехода от сюда-сюда. Как он будет выглядеть? 0,1 и B2, B1. Да, совершенно верно. Ну, это знаете, на что похоже? Это такая фрабениусовая форма, да? Потому что если у вас это будет не 2 на 2 вектор, а вектор такого сдвига на 1, то есть, а вектор произвольной длины, если будет линия реквелента глубины N, то это будет в точности то, что некоторые вот знают. Называется фрабениусовой формой линейного оператора. Вот. Хорошо. Значит, получается тогда, что вы можете взять такую матрицу и возвести ее в степень, как умеете. Тоже для этого вам, скорее всего, понадобится найти ее собственное значение. Ну, или же вы можете взять и записать уравнение на производящую функцию и сказать, а чему будет равна производящая функция такой последовательности? Ну, на самом деле, точно так же вы можете это само уравнение на производящую функцию записать. И давайте это будет упражнение. Так. Ну и вещь, про которую я поговорю в следующий раз уже. А что будет, если у вас рекуррента глубины не 2, а глубины N? Если у вас очередное значение зависит не от 2 предыдущих, а от k предыдущих. От фиксированного количества k предыдущих значений зависит с линейными коэффициентами. Ответ. Ну, то же самое, только здесь матрица будет больше порядка или уравнение будет больше степени, или знаменатель будет больше степени. Ну вот. Так. Ну и совсем, наверное, раз последняя вещь. Что же делать, если есть кратные корни? Давайте придумаем какой-нибудь рекуррент, у которого есть кратные корни, у которого характеристическое уравнение есть кратный корень. Ну, можно, например, взять, не знаю, лямбда квадрат минус лямбда, минус там, 2 лямбда плюс 1, да? Значит, это что такое? Это АН равняется 2АН, не знаю, плюс 1, равняется 2АН минус АН минус 1. Знаете ли вы что-нибудь про такую последовательность? Ну, можете ли вы придумать какую-нибудь геометрическую прогрессию, которая ей удовлетворяет? Или не геометрическую, а что-нибудь, какую-нибудь последовательность, которая удовлетворяет эту прогрессию этому уравнению? Ну, очевидно, последовательность из всех равных членов удовлетворяет. То есть, из всех единиц. Нормально. Есть еще арифметическая прогрессия. Вот. Очень здорово, что вы это заметили. Да потому что, не знаю, замечал уже много раз, что людям очень долго обычно требуется смотреть на это уравнение, чтобы, прежде чем они догадываются, что АН минус 1 можно перенести в другую часть и получить критерии, известные всем из 8 класса, что сумма двух крайних членов равна среднему. Вот. Значит, вот такое удвоенному среднему. Ну вот. То есть, у этой штуки, у этой прогрессии есть два линейно-независимых решения. Последовательность единиц и последовательность 1, 2, 3 и так далее. То есть, на самом деле, ее, n-ты член ее, есть c1 плюс n умножить на c2. Да. Общее решение, такой рекуррент. Так, ну, догадайтесь сами, что здесь будет, когда здесь корень у этого уравнения, это не единица, а там что-нибудь еще. А, какой-нибудь. Ну, тогда, значит, подсказка. Одно будет геометрической прогрессией. Давайте ответ скажу. Одно будет геометрической прогрессией, а другая будет геометрической прогрессией, умноженной на, с тем же знаменателем, умноженной на 1, 2, 3 и так далее. Вот. Ладно, все на сегодня. Ну, а не верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова